Вот, вы знаете, полностью политика плавильного котла, как в Америке, так и европейской толерантности провалилась. И произошло это не вчера, произошло это давно. Это были вынуждены признать и канцлер Германии, и премьер-министр Великобритании, об этом говорит вся Европа. Что это еще начало во Франции были, алжирские погромы, когда ожгли машины африканцы. Эти проявления сейчас докатились до Швеции, они вспыхивали по всей Европе. Не удалось им адаптировать такое большое количество завезенных мигрантов. Более того, мигранты показали полное свое нежелание ассимилироваться и как-то адаптироваться к условиям, начиная навязывать свое, в частности, исламизацию исконно христианских территорий. Этот процесс был для всех, в принципе, очевиден, кроме, наверное, вот, сам раннего правителя Европы. Почему-то они считали, что вот все эти алжирцы, все эти африканцы, которые понаехали в Швецию, в Норвегию, в Англию, в Францию, почему-то должны принимать местные условия жизни, местную культуру, самобытность, менталитеты, как-то ассимилироваться и растворяться в местном населении. Нет, этого не произошло. Они начали навязывать свою чуждую, которая для европейца абсолютно неприемлема. Нормы ислама там многие и так далее. И это вызвало конфликт интересов и культур, и в том числе религий. И эти процессы, мы видим, сейчас полыхают по всей Европе. В России, вне сомнений, эта ситуация тоже очень тяжелая. В частности, в одном государстве на сегодняшний день уживаются две абсолютно разные модели. Это сама государство Россия, которое стремится к общеевропейским человеческим ценностям. Это, например, Кавказ, который живет по законам шариата, практически противоположным. То есть одна страна, но две разные модели. Это очень тяжелая ситуация. Без сомнения, это будет вызывать конфликты. Я тоже не берусь ставить европейские ценности никому в пример, потому что эти ценности показали, что нация благодаря им не выживает. А, соответственно, для националистов это не ценность. Я тоже против легализации гей-парадов, однополых браков, легких наркотиков и так далее. Здесь традиционный ислам или христианство, конечно, мне намного более ближе к понятийных ценностей. Но, тем не менее, я всегда буду выступать против исламизации исконно славянских территорий христианских. Это для меня тоже недопустимо, потому что это земля моих дедов, отцов, предков. И мы. Все-таки Россия для меня это прежде всего православная страна.